Иртайга, Метенбурга, на сотни верст ее пределы, а душу рвет, спекает тепло моя Сибирь. Привет, тос амигос. Ну что, берем на кухне что пожрать, занимаем места согласно некупленным билетам. И походу... Ага, все, я понял, да. Точно, я уже забыл, что я... Блядь. Да что не так-то, ёб твою мать? Слышишь, ты стрелы-то не разбазаривай, тем более огненные. Хрен накрафтим. В чем дело? Почему она сразу не воткнула их? А, подожди, я не понял. Она у меня что, одна, что ли? Почему-то предыдущая пропала. Ни хрена не понимаю, как это действует. Держись, блядь! Держись, сука! О! Можно с места еще втыкать. Вообще идеально. Так даже Гаррет из Фиф не умел делать, как она вот... Так даже черный плащ на Денди не умел делать. Нет, он умел. Просто втыкать стрелы и по ним лазить. Это не оригинально, но это всегда так немножко прикольно получается. В конечном... Лара, не знаю, слышишь ли ты меня. В конечном итоге, вот именно это будет напоминать походу Принца Персии, когда он там в последней части научился воду замораживать, чтобы по сосулькам скакать. По сосулькам. По сосульке. По сосулькам скакать. Ладно, так. Лара, не знаю, слышишь ли ты меня, но я буду продолжать выходить на связь. Здесь происходит что-то странное. Я залез на дерево. Это действительно странно. Я поел грибов. Я теперь прыгаю по деревьям, чтобы лучше разглядеть долину. И увидел старые здания и людей. Тоже, наверное, старых. Вертолеты привозят разную технику. Должно быть, это троица. Нет, чувак, это, походу, уже ИГИЛ. Если вертолеты еще технику привозят. Должно так. Другого объяснения я не вижу. Выходит, они нас все-таки обскакали. Я понаблюдал за ними несколько часов и выучил маршруты патрулей. Думаю, смогу проскочить, если подберу нужный момент у тебя. Это всегда выходило лучше, чем у меня. Если ты там и слышишь, прошу тебя, береги себя. Это кто написал? Он сумел добраться до самого лагеря и следовало ожидать. Береги себя иона. Конечно, он сумел добраться. Его туда на вертолете отвезли. Я тебе даже больше скажу. Кто не помнит, в прошлой серии у Лары украли негра. Украли негра, украли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ни за что не за что шоколадного забрали. Суки. О, винтовка разблокирована. Блядь, костер далеко. Вкусный винтовка. Не полезу я вниз ради винтовки. Я мелочный крохобор, но не настолько. Так, стопэ. Это кто тут пригорюнился? Этот альпинист давненько тут уже лежит. Блядь, ты что тут делаешь-то? Я объясню вам, почему... А, я уже объяснял. Почему происходят такие путания в кнопках? Потому что голубая кнопка X на Sony Playstation находится немного в другом месте на геймпаде, чем голубая кнопка X на Xbox. Надо где-то укрыться. Вот голубая кнопка X на этих двух геймпадах это просто камень преткновения. У меня друг, кореш, когда приходит со мной в Бэйбисправил поиграть, он тоже охуевает от этой голубой кнопки X. Ой, ладно, слышишь, только что все нормально было. У костра сидело минуту назад. Быстро у тебя пельмешка замерзла. Слушайте, интересно, вот у пацанов на морозе даже в самых-самых теплых зимних штанах кое-чего замерзает до температуры примерно сосульки. А вот интересно, у девочек там вот как пельмешка мерзнет так же на морозе или нет? Или у них там лучше с кровообращением? Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину. Ее батьки такую стеллу поставили, как герою, блядь, войны. Отец, я все исправлю. В 50 лет помер. Я обещаю. Клара, пора. Клара. И она ждет. Клара, нам пора. Какая трава у бога, господи. И что это сейчас было за... А, ну да, это она типа уже все в коме и тут что-то вспомнила. И это придало ей сил. Я такое же недавно видел в фильме Крит на следе Рокки. Он тоже там валялся в нокауте, блядь, полном. Вспомнил батьку такой. Сразу откуда-то... Сразу сотрясение прошло, блядь. Ну так бывает, знаете. Сотрясение-то что? Это так? Ерунда. Только память лучше. Получайте больше сотрясений. Блядь, это вот с этим хлыстом это так Индиану Джонсу стало напоминать. И я... Блядь, что ж залагало-то так. Я поиграл в первый Uncharted на стриме, если кто не видел. Ничего не потерял, если кто не видел. Вот. И теперь на контрасте Лара Крофт выглядит просто супер игрой. Не знаю, может, надо во второй Uncharted писануть. Говорят, что Uncharted между собой по сюжету вообще не связаны. И в первый лучше вообще не играть. Вот много перед стримом говорили, что в первый лучше не играть, что в первый говно. Но не сказали самого важного, что они между собой не связаны по сюжету. Если не связаны по сюжету, то действительно нет смысла играть тогда в игру 2007 года. Слушайте, по-моему, вот здесь почему-то лагает. Вот эта пещера, она вся рывками. Не знаю, что с ней не так. Да и здесь не лучше. Виды, красоты, все, конечно, здесь нормально. Эх, не подвезли оптимизацию, как в безумном Максе, да? Жаль. Одна из самых, наверное, нано-оптимизированных игр. А для чего там, простите, эта хуйня висит тогда, если за нее не уцепиться? Что с ней делать-то? Ее никуда не пригвоздить? Да ладно. Ну, даже, допустим, верхолазную стрелу я туда воткну, и чего? И чего мне-то даст. Да для чего нужна вот эта ебула, я вот вообще не помню. А, хуйня какая-то. А че ж ты сразу не помню? И она где-то там, наверху. Невероятно. А у них-то, блядь, это как работает, если надо специальную ячейку в храме это все положить? Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. И они тоже все поняли. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Ой, блядь. Будет нелегко, брат. А, вы еще и братья-сестраешь-то? Да у нас тут янтест, походу. Бойцы знают, что их ждет? Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Я думал, они с вами ради бабок как бы, а мертвым деньги не нужны. Сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет. Надо верить. Меня выбрала не троица. А сам Иисус. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Вот так вот. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Ты будешь жить. Да он ебнутый. Господи. Сразу бы так и сказали. Блядь, я просто с количеством этих нестыковок... Блядь, немножко... Ну, может, я один не понимаю, как работает вот эта вот голографическая херня. Почему Ларри Крофт это обязательно надо было воткнуть в специальный, блядь, храм с кучей механизмов подъемных, да? Который там негр зацепить дергал. А эти, блядь, на какой-то журнальный столик, блядь, поставили нахуй и нормально. А, стрелы рядом, нельзя втыкать, они отваливаются тогда почему-то. Ебатина обезьяна, слышите. И что дальше? Нормально. Головой об камень еблась и полезли. Херак, херак, ну как так можно, блядь, так чемпион мира по паркуру, блядь, не смог бы оттолкнуться от стены. На нас что, бобры, стражи плотины или дикообраза не нападут? Опа, что это такое? Говно оленя. А, колея трактор. Понятно. А вон там и люди ходят, смотри. Или что это? А, это жопа оленя. Иди отсюда, рогатый, радуйся, что... Черт, они тут повсюду. Блядь, они что, оленя пизданули? Я пожалел, они убили. Это всего лишь олень. Извини, не сдержался. Ты заметил движение и среагировал. Я поступил бы так же. Пиздец вам, суки, за олень. А сейчас нахуй, где мы писали глушители? Да, ну, смотрите в оба. Что? Так, черт! Сюда! А глушитель ли это был? Что я купил в этом ларьке? Мне кажется, на глушитель у меня не хватило, да? Жаль. Жаль, ка оленя. Непонятно, что у него с головой, правда, случилось. Так, у них тут ЗИЛ или Урал. Урал, наверное, да? Точно. Уралчик. И он газ перевозит. Или что-то профан, наверное, какой-нибудь. Бензовоз. То есть, по идее, должен был круто взорваться, если я бочки подстреливаю. Или, типа, да кого я обманываю, ничего бы не было. Вот бочки взорвутся, а КАМАЗ нет. Это, к сожалению, не та игра, где тут таких потрясающих спецэффектов как бы нет. А, нет, смотри, бочка рванула немножечко так. Но сам ЗИЛ, сам грузовик, конечно, никак не отреагировал на этот взрыв, что печально, конечно. То есть, ну, научились делать красивую графику, но большинство из этой графики статично. Она по физике ничего как бы не делает такого. Не гнется, не рвется, не взрывается, не разлетается в дребезги. Пока только статичку научились рисовать. Но я уверен, что через пару лет появятся новые процессоры, новые видеокарты. И мы будем просто охреневать происходящего на экране. Но я просто, блядь, не понимаю, мне идти-то куда. А, понятно. Кто-то тут даже шашку дымовую кинул, чтобы такие, как я, дорогу нашли. Ай, нравится вид какой, а. На ее кривые ноги, блядь. Ну и так себе жопу. Разработчики этой игры просто не представляют, какой должен быть срокота, но телка, которая так по деревьям скачет. Обидный недолет, надо сказать. Заебись. Сейчас я вас и соберу. И главное, камеру отворачивают, чтобы совсем уж 18 плюсом не было. Заметили, да, что? В Мэнхантин, наоборот, камеру фокусировали на вот этих вот убийствах. А здесь, в самый момент, в самый момент, камеру за спину отводят. И непонятно, то ли она его, блядь, пальцем убила, а то ли хуй его знает. Где еще один-то? Ты впервые работаешь на троицу? Нет. Я помогал зачистить остров после побега этой крови. Нелегкая работенка. Местных тоже пришлось перебить. Ага. Какой ты культ солнца? Культ солнца? А, они там были? В предыдущей части? И нам теперь с ней разбираться. С этими ики? Или как их там? Прикольно. Троица, оказывается, какая, блядь, прошаренная. Прикрой мне противник! А теперь ты падаешь, чувак. Почему он? Давай с этим кончать! Кончать собрался. Сука, не, блядь, в карман только, в платочек. Давай кончать, говорит. Их ты, блядь, какой. Ишь, че удумал-то? Так, у меня есть рация. Отлично. Чуть не вездеход провалился. Прикольно, это у меня даже партия пойдет. Ну, тут опять много всяких предметов, которые мне там в комментах пишут. Надо, типа, пользоваться, чтобы проходить по-умному. Зачем? Если можно подкрасться и башку свернуть. Это, причем, не самая лоховская сложность. Сложность, говорит, последняя. И здесь можно прекрасно, наверное, сможете обходиться без этих всех примочек. Ну, и только если... Только если... Не проходить таким образом, чтобы убивать по минимуму. А в этом смысла вообще нет никакого. Вот я уже говорил об этом, да? Что если бы тут было, как раньше в Хитмане, там, когда штрафовали за каждого убитого мирного, блядь, горожанина по пять косарей. И это выливалось в адскую сумму. Тогда бы я, может... И подумал, чтобы обходить. Оставшийся груз по воздуху. Обходить цены батальные. Но этого здесь нету. Не штрафуют никоим образом. Можешь убивать кого угодно. Поэтому я просто убиваю и все. А, он не с этим разговаривал, да? То хуй поймешь, с кем он там пиздит идет. По рации говорили, что Анна хочет попасть под купол. У него, наверное, раздвоение личности. Не знаю. Ну, уже приказали сворачиваться. Так что мы вряд ли тут задержимся. Замечен враг! Блядь. Сука, там еще. Блядь, криворукая ты, овца. Ебать тебя в рот, блядь. Как можно так убого, блядь, бросить карты молотова? Ты своему другу по джопу гранату бросил? Какой-то гениальный тип. Даже знать не хочу, как он меня через деревья увидел раньше, чем я его. Блядь, это было досадно. Вообще не нужно перестрелкой. Я не ожидал, что их тут так гехера. Я думал, вот эти два и все. Пришлось опять 800 человек убить на ровном месте. Ну и оно столько, сколько убивает этот Нейтан Дрейк, сука, в первой части Uncharted. Да, Лара не убила, а за, сука, за все игры, блядь. Там просто пиздец. Там это возведено в абсолютнейший максимум. Там немножко неинтересной ходьбы и лазьбы, и снова начинается такое, блядь, адское рубило. Три вида врагов, блядь, они на тебя бегут так еле-еле. Ну, говорят, что 2007 игра, но такой, такой вот, такой тупой перестрелки я в 2007 году не припоминаю ни в одной другой игре, честно говоря. Вот настолько примитивной хуйни. А, 2007 год, это, извините, это первый Red Faction, блядь, вышел с физикой разрушения, насколько я помню. И кувалдой здания надо было рушить. Вот он и 2007 год, и тут, блядь, Нейтан Дрейк такой. Фуфлыжный. Я думаю, даже если есть фанаты, безумные фанаты серии Uncharted, у первой части фанатов всякой нет. Слышишь, ты, блядь, эти вот, ты вот эти вот хуёмины, стрелы свои, ты в стены, блядь, втыкаешь в каменные. А человек, блядь. А человека они хуя не пробивают. Двойные стандарты, двойные стандарты пробития стрел. А, смотрите, стрела в нём торчит. Смотрите, две стрелы в нём торчат. Блядь, так аптечек хуйно пастёшься, конечно. Старая советская табличка. СССР победа. Так, стопы, а здесь опять что-то взрывается. Ну, опять, опять вариации на тему бак, бочки. О, кострище. Пара винтовку обновить. Наверное, она неподалёку. Ну, где вертолёты, там и Анна, походу, твоя логика. Это печать для официальных писем Троицы. Мало кто их теперь использует. Чё, хули, она там валяется, я не понимаю, в снегу, блядь, под ёлочкой. Печать, да. И откуда она знает, как часто Троицы этой печатью пользуются? А, мало кто, кроме Троицы, наверное, использует, да? О, еба. Винтовка со ск... О, вообще, сколь заряжение, блядь, просто донная. Донна Роза, блядь, Дальвадорес, нахуй. Ну, чё делать? Да, а можно её поапгрейдить-то хоть, а? Можно. Но, сука, нечем. Ну, тратить, блядь, на пистолеты и на лук. Эти, сука, шестерёнки, это, нахуй, неразумно, по-моему. Смерть с небес. Добивая противника из лука в ближнем бою, вы увеличиваете шансы найти на его теле особые стрелы. Хуйня какая-то. Пусть будет. Здесь навыков, как бы, много, но они не то, чтобы все полезные, они на прохождение, вообще, мне кажется, мало влияют. Ну, быстрее лазить там, всё вот это хорошо, конечно. Подожди, а как пройти-то? А, нырнуть? О, в ледяную воду. Ой, помню, в Ларри Крофт когда-то, в незапамятные времена, была очень интересная подводная. Бригады подрывников уже грузят вертолёты. Я и не думал, что доживу до второго этапа. Пойдём поплаваем, чувак. Вот это, блядь, эффектно. Ну, спринтер селли, я помню, такие убийства из-подо льда покруче были. Когда он там сдёргивал человека под водой, там ему горло пыль вырезал под водой. Это была тема. Ну, это оружие всякое, ни хера не ближнего боя, с такой скорострельностью, только огребать на самом деле. Чё, в палатку входа нет? Глушитель бы на эту пушку поставить, вот это была бы, да, тема. Я не удивлён, что никто не видит. Блядь, пидарас, тупоголовый. Да, коктейли Молотова здесь просто, я смотрю, убивают всё живое. Вот просто лучшее оружие. На свете это, блядь, как ты... Коктейли нахуй Молотова, блядь. Сыгра так подвисла, я думал, всё, пиздаю. Нет, смотрите, работает. Вот, убер оружие игры, это газ. Смотрите. Я не ожидал её, да? Просто оружие массовое, аннигиляция врагов. Надо грибы искать, как бы, тщательно прям. Чем делать эти, блядь, ябланские коктейли Молотова, гранаты из банок, нахуй надо. Просто натянул, пульнул. И попадёшь, и за косяк, там, Лара камнем, блядь, бутылкой не заденет, сама себя не сожгёт, как бы. Это безопаснее, это надёжнее, это удобнее. Иван Шотин. Что ещё надо? Но столько грибов, хуй найдёшь, конечно. Хотя, нет, они часто попадают. Лазят по всяким гробницам. Какие-то это говно, что ты уносишь. Ну, тут фпс, видимо, проседает. У меня счётчика на экране сейчас нет, потому что в бандикаме это, наверняка, отдельный плагин какой-нибудь. Но здесь серьёзно чувствуются лаги такие. Нехеровые. Подвеска. Точнее, современный реликварий. Внутри маленькая человеческая кость. Новое слово в нашем словаре, да? Р. Реликварий. Святой Берегрин. Покровитель неизлечимо больных. Реликварий. Ёб твою мать. Лирикв... Реликвия. Ёбан. Реликварий, нахуй. Сука, даже если Р нормально произносит... Вы говорите, реликварий. Святой источник найден. Крофт всё ещё жива, но нейтрализована. Анне с каждым часом всё хуже. Её голос... Он как будто дрочит, когда это наговаривает. Голос, который был со мной рядом всю жизнь, начал дрожать. Я спросил, помнит ли она ту ночь? Первую ночь, когда Бог высек предназначение на моих руках. А, на этом он про стигматы. Ночь, когда он выбрал меня. Она сказала, что помнит. А потом улыбнулась и добавила, что у нас ещё будут такие ночи, когда кончатся наше мытарство. И я буду сильным ради неё. В старом городе мы найдём святой источник. Я спасу свою сестру. И вместе мы спасём этот мир от самого себя. Всё-таки это его сестра. Или это его сестра по культу. Я не знаю. Пишите в комментах, как думаете, ебёт, не ебёт. Ну, вот как бы. Ну, если называть вещи своими именами, там. Не заборозить, не забо гордым словом, не тест, блядь. Кстати, у нас наверняка в старом русском языке тоже до такого было своё название, мне кажется. Должно было быть. Или у нас с таким не сталкивается. Хотя, почему у нас тоже там в царских семьях этих всех куз... Кузяны, блядь, кузины. Там вроде тоже такая же была. Чё необычный? Подписанный, ёпта. Троица. Где у неё тут? На капсюле, наверное. Ну чё? Чё, блядь, надо-то? Джойстик вообще не вибрирует. Я не думаю, что здесь что-то можно найти. Да, я не понимаю, куда надо посмотреть, чтобы на что-то про этот патрон сказала. Нет, Лара. Видимо, патрон самый обычный. Либо ты нихуя не разбираешься в патронах. И непонятно с чего ты решила, что он необычный. Опять эта хуйня, ёпта. Я не умру в этой богом забытой долине. Моя вера сильна, моя воля сильна. Даже если разум слабеет в детстве, с нашим Константином в детстве всё-таки это брат и сестра. Он был трудным ребёнком. Постоянные вопросы, вечные сомнения. Он боялся будущего. Боялся никогда не найти своего предназначения. В ту ночь, когда я вырезала метки на его ладонях и прошептала ему в ухо те слова, я сотворила его заново. Спасла его. Пиздец. Он поверил, что он избранник Божий, как я и надеялся. Теперь спасать нужно меня. Если это не сможет он сделать, должна я сама. То есть ему что, не больно было? Или он спал, может? Как ты, блядь, вырезала у него на ладони метки? Ржавым гвоздём, наверное, блядь, ещё поткнуло. Громче, ари, громче. К чёрту тайные операции. Вломимся, как Джон Рэмбо. Красивые виды, кстати. Чё, чтобы использовать? Жумар? Какой нахуй Жумар? А, я, блядь, Жумар купил вместо глушителя для пистолета. Сука, я гениален. Чё, ты, блядь, сразу с вышки не упал? Как Джонни Кейдж в этом фильме «Смертельная битва». А теперь ты падаешь. Господи, что за актёры? Опа. Ага. Давай, сучка. Ах, нормально. Как, блядь, корова всё испортила. Такие паркурные сцены. Где, блядь. Ой, хорошо. Ай, нравится. Ай, нравится. Вот это да. Ну, понеслась. Вот. Наконец-то, ёпт. Геймплей пошёл. Геймплей закончился. Так, у нас есть поддон, с которым непонятно, что делать надо. А, блядь. Тут дырка. Я думаю, дальше поплывём. Непонятно, почему охраны. Вообще нет. Вообще она куда-то сиделась. Что-то тут они припрятали, видимо, нет? Нет. Видимо, здесь просто две дороги. О, сейчас, походу, с разгона чувака аннигилируем саммите. Не буду в него из лука стрелять. Блядь, он ушёл. Всё обосрал. И всё, сука, испортил. Всю красочную картинную стену, ублюдок. Сцену тут. Как удачно, что здесь шифер разобрали. И никто не слышит этот шум и не бежит разбираться. Мне кажется, её он увольнут, наверное. В первой части у неё много друзей померло. По-моему, он не все субтитры читает. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Ну, хоть время-то потяни. Блядь, какая ты тупая. Прошу, прошу, не надо. Да надо, надо. Я всего лишь делал то, во что верил. Ну, заебись. Крестовый поход тоже, блядь, много во что верил, столько народу. Ай, убили негра, тупого негра убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ДЦПшника черномазала, Со свинореза вальнули. Убить всех. А Лара осталась одна. Лара привела колдуна. Он разбил стекло. Негра обнял, и негр пошёл. Прости. Только наш жирный негр. Но он был безотружен. Живым встал и пошёл. Ну, хуйня полная. Найдём источник, реанимируем. Я уверен, что в этом сути будет. А там сзади кто? Комиссар там, по-моему, уже ходит. В кожаном пальто, нет? Иона, задержи их, мухой. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. У нас мало времени. И чё, блядь? А я пойду их наебашу, да, всех? Нормально. Всем отрядам. Нам приказано её убить. Мы почти на месте. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Удерживать позицию и быть наготове. Она опасна. Убить меня ишили. Ну, иди попробуй, сучка. Я таких, как вы, в базарный день по пять копеек, блядь, убивал. Как к укрытию прилипнуть? Чё надо-то, блядь? 3109 склад. И чё? А, тут пролезть ещё можно. Я думал, они сейчас сюда сами зайдут. Докладываю, мы заняли позицию. Видим цель. Придётся с ними разделаться. Цель обнаружена. Да, так-то я не хотел, конечно, пролезать. Русь в бою! Прикручить её! Ну, говорят, придётся, так придётся. О! Фаталити, ебать! Вот эта тупость, что если у тебя не хватает одного патрона, Лара с пола подбирает всю коробку. Вся коробка превращается в один патрон. Они туда бегут. Они уже от меня бежать, да? Ай, нравится! Айс-цент пошли! Ой, красота! Ебать! 50 поезд, да? Куда он, блядь, пыркает? Ты чё, ебать? Закладываю, видим цель. Повторяю, видим цель. Группа 4. Ты же снимайся к главному отряду. С этим мы разберёмся. Надо стоять в дыму подольше. Надо... Лара считает, видимо, что надо как бы принюхаться, и он резать перестанет, да? Ну, доля смысла в этом есть, конечно, очень. Дай ей прибыли! С чьей стороны. К осколкам тоже, наверное, надо привыкнуть, нет? Всё-таки она упрыгнула от гранаты. Всё-таки она решила, что, блядь, время отступить. Что, чёрт, возьми, происходит? Вокруг враги. Иди-ка сюда. Надо быть осторожней. Минусанум. А где мой прибор для дыхания подводный? А, она одела в свои сусалы вообще-таки. Блин. Ах ты, глазастый мой какой, да? А как, если они к лункам не подходят, как их вытаскивать? Смотрите, как она работает булками, да? Смотрите, жопы. Лево, право, лево, право. Круто. Не заебали. Не заебали. Надо куда-нибудь подальше уплыть, чтобы они затупили. Блядь, да они повсюду, блядь. Они потому что знают, где искать. Пиздец. Под водой она не лечится, кстати. Блядь, я прям вообще не понимаю, блядь, как мне нахуй отсюда вынырнуть. Они вообще не дают вылезти. Что случилось? Она просто исчезла. Наверное, наоборот, в глазу. Она и була. И что она будет... Вокруг враги. Надо быть осторожней. Одного я быстрый умер. Я думаю, там ждать смысла нету, да, когда он там не дойдет? Сейчас смотрю, здесь все очень жестко. Здесь вот даже в Bloodborne, когда бэкстабы проводишь, тебя не могут атаковать. То есть дамаг по тебе не засчитывается. Здесь, когда она убивает, по ней дамаг засчитывается. Выгоднее просто было в него выстрелить и уйти. Пиздец, ребята, я вам скажу. Это такой ебанутый уровень, что, блядь, мамку я его нахуй шатал, блядь. Нам, я так понимаю, снова поможет. Нам, я так понимаю, снова поможет. Снова поможет этот, блядь. Газовый лук, чтобы по-быстрому. В толпу им выстрелить, да и нахуй. Из-подо льда она как бы не может их убивать, да? Что меня особенно печалит. Пардон, господа. Пойду еще раз вынурну там, где убил того, кто у лунки терся. Мне кажется, там один-два человека охраняют определенные эти проруби. Черт, она ушла. Блядь. Вот там место. Я ее вижу. Убейте ее. У нас потеря. Живая позиция. Это просто, блядь, как в фильме ужасов каком-то. Только я за зло, за какой-то игрой завелика. Нападаю на каких-нибудь спецназов. Насилы добра. Как там, третий парк юрского периода, да? Где они, или какой второй, где они там по полю кукурузному идут, по какому-то там динозавру. А то одного утащат, по второму. Прикрой меня! Точно последний. Точно последний. Скорбно негр помер. О, боже, только не это. Иона, Иона. Лара. Я здесь. Лара. Послушай. Не двигайся. Если мне не суждено выжить. Не смей так говорить. Да ты слушай. Перестань винить себя во всем. Каждый из нас делает свой выбор. Это, блядь, самые худшие последние слова за всю историю, блядь, моей жизни. Мулитвами сестра моя. Надеюсь, труп-то не я потащу хоть, еба. Дори-ме. Должна же здесь какая-то музыка такая заиграть, ну. Что, блядь, означало только что вот эта вставка? Было утро, стало вечер, и Лара только сейчас такая, блядь, надо все-таки его доставить в обсерваторию, наверное, блядь. Сейчас ночь, наверное, покажет, да? Да, вот эти звездные созвездия, блядь. Да. У разработчиков Лары Крофт довольно своеобразный взгляд на заставки, диалоги и все вот это. Я иногда не понимаю, что зачем показывают, а когда герои говорят, хочется вообще выйти из комнаты и придумать потом свой сюжет с Блэк Джеком и шлюхами во время прохождения методом импровизации. Яков, он умирает. Да он умер, блядь. Батволь мне помочь ему. Вчера еще, судя по заставкам. Яков, Яков, это ты, Яков, там было написано. Хули Яков, хули не отмечает. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Но он кокаином натирает, что ли, врань? Сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, будет охранять тебя отныне и вовек. Ты что, ебнулся? Там обряд нужен был, он же негр. Подготовь его. В каком фильме чувак стоял с плакатом «Господь ненавидит ниггеров»? Блядь. Помню, какая-то классная комедия была. Яков, в тебя же стреляли. Так это ты. Я права? Бессмертный пророк. Яков и есть святой источник? А, Яков это пророк. Какой, блядь, поворот? Я чувствую боль. Меня можно ранить. Все видели, что статуя похожа на Якова. Я тоже человек. Только не умираю. А, так ты Дункан Маклауд тогда. А святой источник? А не пророк, блядь. Я нашел его давным-давно. Он существует. И таит великую силу. Только он не святой. Так ты им лагал? Целыми поколениями? А какой он, блядь, марсианский, что ли? Но это было для их же блага. Однажды я применил источник, чтобы наделить своих воинов долголетие. Слушайте. Ужасная ошибка. А, вот бессмертные откуда взялись. Так это их я видела в архиве. Когда враги подступили к Китежу, бессмертные обрушили на город лед с горы. Погибли тысячи людей. Знаете, Яков на какого актера похож, который этого, царя Спартанцев, играл? Ради власти. Вот только причесать... Джерард Батлер, блядь, вот. Причесать только его нормально. Но в гораздо больших масштабах. Ты не такой. Ты бы никогда не причинил вред своему народу. Да откуда ты его нахуй знаешь? Ты увидел это, блядь, ребята. Как ты не понимаешь, все это моих рук дело. И этому надо положить конец. Отец. Они приближаются. Отец, они приближаются. Отец, они заебали уже. Вот что я хочу сказать. Значит, мы проиграли? Нет. Должен быть способ остановить их. Яков, на карте был показан тайный вход в город. Путь бессмертных. Он слишком опасен. Ну ты же, блядь, бессмертный. Иди сходи. Сейчас не время опускать руки. Если задержим троицу, у нас будет шанс. Я соберу бойцов, и мы встретим их на льду. Что ж, время пришло. Пора открыть путь. Как, блядь, это работает? Объясните мне, кто-нибудь. Знай, что путь лежит под обсерваторией. Я попробую спасти твоего друга. Под обсер... обсерваторией. Ура, гробница. Ну, пойду я туда уже в следующей серии. Потому что что-то я уже... Фигею от всех этих нереальных сюжетных поворотов и интриг. Так что что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Все такое. Субтитры создавал DimaTorzok